После получения квитанции на оплату услуг ЖКХ сразу от двух управляющих компаний, Дельты и Новой Трехгорки, жители микрорайона начали массово обращаться в Одинцовскую городскую прокуратуру. Злостным неплательщикам никто становиться не хочет. Но и играть на свои кровные в коммунальную рулетку, наугад выбирая одну из двух жировок, желающих нет. Установлено, что с 1 мая 2015 года, то есть на момент вступления в силу закона о лицензировании управляющих компаний, Новая Трехгорка не получила лицензию на право управления многоквартирными домами. В этой связи администрации городского поселения Одинцова были проведены конкурсы по отбору управляющих компаний, победителем которых была призвана управляющая компания Дельта. 3 декабря 2015 года управляющей компанией Новая Трехгорка была выдана лицензия после проведения конкурсов администрации по отбору управляющих компаний. Новая Трехгорка в настоящее время оспаривает результаты конкурсов в арбитражном суде. На сегодняшний день вступивших в законную силу решения суда нет. Прошедшие конкурсы ни областная антимонопольная служба, ни арбитражный суд не отменяли. Соответственно, единственной законно управляющей домами компаний сегодня является ООО «Дельта». При этом незаконная рассылка квитанций может грозить УК Новая Трехгорка серьезными неприятностями. Отделом по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД России Одинцовская была проведена проверка, результатом которой были выявлены факты хищения денежных средств собственников жилых помещений в микрорайоне Трехгорка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах». Также был задержан руководитель управляющей компанией «Новая Трехгорка» судом. Ему впоследствии была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следственными органами проводятся дополнительные следственные и оперативно-радственные мероприятия по установлению иных участников преступления. По вопросу оплаты коммунальных услуг гражданам я разъясняю, что в соответствии со ст. 312 гражданского Кодекса РФ оплата коммунальных услуг должна производиться только одной управляющей компанией. Повторное взыскание стороны управляющей компании недопустимо. Это означает, что какой бы из компаний человек не оплатил коммунальные услуги, другая УК требовать от собственника жилья повторных платежей не имеет права.